Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 1 марта, первый день весны. Блогер из Переми, сотрудник КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Ну вот, вы знаете, вчера снялся марш в памяти Бориса Немцова, на котором внесли плакат. Там было написано прекратить отменить приказ о пытках ФСБ, незаконный. И от меня спрашивают, мог бы быть такой приказ, мог бы не мог. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот что. Вот в свое время Хрущев, когда вот развернул эту кампанию, репрессии, борьбы с репрессиями против Сталина, он тоже пытался посадить следователей, которые вот занимались пытками, дела пытался сценировать. Кстати, он провел первую репрессию, он сократил же аппарат КГБ и армию почти в два раза, и целые были отделы, где вообще людей не было. И, кстати, в каждом городе есть репрессированный кладбище, репрессированный сотрудник КГБ при Хрущеве. Так что, репрессии были приняты судоплаты. Он получил 15 лет и отсиделся в центральной Владимирской, хотя он не совершал преступления. Он убивал людей, в отношении которых были приговоры судов. И с точки зрения, ну, спецслужбы все действуют сегодня законно, но тем не менее. Так вот, тогда выяснилось что? Что был приказ о том, что в отношении лица обвиняемых в совершении 58-й должны быть применяться вот физические воздействия. И, ну, исследователи обязаны были применять вот эти действия во время допроса, но потом уже сейчас внесли в уголовный кодекс положение, что исполнение заведомо незаконного приказа преступного на общих основаниях. То есть, если есть такой приказ, есть, если он и есть сегодня в ФСБ, то он заведомо незаконен. В этом плане они ссылаются на американцев. У американцев тоже есть там система утопления, там, они приняли, не скрывают это в отношении лиц, подозревающих терроризм, и так далее. Но, там маленький нюанс есть. Американцы применяют эту пытку не на территории США, а на базе. И там есть маленькие нюансы, они бы поменяли законодательство, они бы поменяли территориальность, там, в части территориальности, это формальная база и территория США, но, там есть нюансы процессуальные и правовые, что там действуют в части законодательства другой страны, и так далее. То есть, они как бы формальную сторону соблюдают. Но вот это руководство ФСБ, оно даже не задумывается. Возможно, что такой приказ издан по делам под обвиняемым в совершении терроризма, допускается применение и так далее. Но такой приказ будет заведомо незаконен. И люди, которые сотрудничают, ну, сегодня уровень ФСБ сотрудников такой низкий, все так развалено, что с этими людьми бесполезно говорить о какой-то законодательстве. Они не понимают. Вообще, я хочу сказать, что даже говоря о том, что они должны подумать о своем будущем, потому что режим этот рухнет, не потому что там, и, к сожалению, я не призываю к этому ни в коем случае, но, тем не менее, судьба у этого режима будет такая же, как была у Муссолини, его повесили, как у Чаушеско. Чаушеско, кстати, не потому что там народ, это все ерунда, там закулисные игры начнутся. Почему Чаушеско был расстрелян? Кстати, по закону Румынии, я уже говорил об этом, если обвиняемый приговоренный к смертной казни просит о медицинском обследовании, то его не расстреливают, его сначала обследование проводят, и это обследование может длиться вообще к десятилетиям, но Чаушеско тут же стреляли, поэтому, что-то не был суд. А почему? Чаушеско скопил на своих личных счетах огромное количество денег. Вот за каждого румына, выезжающего за границу, на ПМЖ, платили по 10 тысяч долларов. И эти деньги, и вот эти деньги просто присвоили. Горбачев, говорят, что это убийство было национированным Горбачевым, посмотри, в Рекиавике, на самом деле, игру занимались этим, эту операцию проводили. Эти деньги были просто банально присвоены. Его убили-то как раз потому, чтобы и жену ему, потому что деньги были на счетах его и личной жены, чтобы деньги эти завладеть. Вот и все. То же самое, говорят, было с Николаем Вторым, что почему? Он, говорят, откупился от эсеров тем, что на счета положил деньги на 80 миллионов золотых рублей, где-то 300 миллиардов от революции пятого года. И потом, чтобы, что называется, деньги эти присвоить, убили всю его семью. Хотя, когда-то есть версия, что они убили, потому что для меня тоже загадка, зачем расстреливать в подвале, когда там, тем более, из наганов, когда там такой рикошет. Но дело не в этом. То же самое здесь. Сегодня Путин, ну, что это за деятель, всем понятно, что он творил там в Петербурге, понятно. Но это не я говорю, это, кстати, руководство КПРФ говорит, почему-то в интернете за Мазюканова, правильно, прямо говоря, что будут революции. Я повторяю их слова. Не потому, что она будет там, народ, это ерунда. А почему? Он скопил, он все в преступные группировки, их было 4 в России. Солнцинская, Чеченская, Потольская, Измайловская. Кстати, лидер Потольской, Ратан, был у фракции КПРФ и был министром спорта. Ну, это вопрос. Так вот, я хочу сказать, что он скопил денег, сейчас там называют, на счетах разных до 500 миллиардов. Вот американцы вставили в Конгрессе, говорили 250. Ну, еще тайные счета. И эти деньги все равно они присвоят. Вот за что был убил Каддафи? Да Каддафи дал денег на выборные компании всем там, до 9 миллиардов долларов и Берлускони дал, и чтобы не Берлускони, Саркази там, ну, французам дал и так далее. Чтобы ему не отдавать, его просто завалили и все. То же самое здесь. То есть, побудительным мотивам финансовой мафии будет не ситуация легитимности, легитимность Путина, ему наплевать на это. Они захотят присвоить эти деньги и все. И поэтому совершенно, совершенно, он обречен, так же, как был обречен Чаушеску, и он, и так далее. Но он, ему надо отдать должное. У него есть такой хват, как у уголовников. Знаете, он знает, ну, что это, где ему опасность, где опасность его денег, что-то он там придумает. Ну, тем не менее, против этой финансовой мафии, он, поэтому его уберут только потому, чтобы этими деньгами изобладеть, а совершенно не потому. Почему Скрипаль? Скрипаль так нагло травили. А Скрипаль давал показания вот по этим деньгам в испанском суде. Они же готовили в ГАГу, все это и так далее. И поэтому, как бы, его отравили публично на всю страну, чтобы показать. Ведь многие же разведчики, многие игрушники убежали, живут сейчас на Западе, сотрудничают с американскими спецслуживами, с англичанами сотрудничают. И чтобы дать всем показать, что, ребята, молчите, иначе вас ждет то же самое. У Скрипаль так, так сказать, публично пытались травануть. Вот. Вот и все. Поэтому я думаю, что тут вопрос не столько политики, это уголовщины спецслуживания. То же самое было в Советском Союзе, да? Почему начали перестроить? Почему был Горбачев? Я уже говорил об этом, что скопили огромное количество вот этих нефтедолларов, когда в 73-м году доллар скаканул с 2 долларов до 12, нефть скаканула. Мы огромное количество профицита денег накопили, но плановая экономика не могла их освоить. Потому что, да, планы были. Они были в швейцарских банках и так далее. И как вот, и почему военные? Военные же понимали, что рано или поздно эти деньги будут тем манком, на который верхушку КПСС купят. То же самое вот тоже и произошло. То есть им эти деньги просто отдали. Сказали, начнете реформу, получите эти деньги. Кстати, Косыгин начинал эти реформы как раз ну до этого, да? Когда он, так сказать, давал самостоятельность предприятиям. Когда миллионеры первые появились, деларок этого появилось. Как раз Косыгин и запускал все эти механизмы. И когда говорят вот Гайдар, реформы, эти реформы начинал Рыжков. И в общем-то, если бы там не было альтернативы, помните, вы были президенты Рыжкова и Ельцина. Народ купленный капитал нужно было легализовывать, в том числе эти профицитные деньги, которые там лишь бы были. И, кстати, почему отчасти, я уже говорил об этом, войну в Афганистане начали. Да как раз потому, что военные, причем в конце пятилетки начали, когда планы уже были сверстаны, а когда частично финансировали военную компанию в Афганистане из этих денег, профицитных нефтеденег. Военные понимали, что они пытались хоть частично деньги эти изъять с профицита. Поэтому, и, кстати, вот в этом плане, вы думаете, что это руководство ФСБ, ведь принцип-то какой в мафии, что все были повязаны, да, эти Патрушев, вот эти вот его замы ФСБ, вы думаете, что они какие-то интеллектуалы, да они дебилы, они ничего не понимают, там вообще был Севастьянов, который Ельцин привел артистом, то есть, они вообще, поэтому они могут издать там что-что угодно, они все равно право не знают, законодательство не знают, они понимают, что все им подыгрывают, поэтому они сами побрут и на скамье подсудимых сядут и еще весь аппарат ФСБ посадят на скамье подсудимых, вот увидите. Я-то почему был такой, слушай, я еще делал сам, я, что называется, мог плюнуть там, плюнуть нахер послать их, когда они там при помощи бандитов, так сказать, детей выселяли там, ребенка ранили, я с ними ругался, потому что не нахер это все надо, я, так сказать, не собираюсь в этом участвовать, и зато я хожу, живу сегодня, поплевываю, ничего они со мной не сделают, потому что я и законодательство не нарушаю, а так просто они тоже убивать не будут, потому что ничего такого нет, обычно. Так вот, очень важно в этом плане поговорить с операми, кто непосредственно работал на земле, ну, понятно, что эти вещи в КГБ не принято было рассказывать, но намерки какие-то нам говорили, вот нам рассказывали, почему Горбачев был, нам так намекали, что вот, когда был он первым свидетелем в Ставрополе, в Ставрополе, кстати, были такой, ну, его называли Мишка Конвертик, там был, кстати, перевалочный пункт наркомафии в Советском Союзе, я думаю, что там не обходилось без этого деятеля и так далее, поэтому, а эта мафия финансовая, которая была с преступностью связана с СССР внутри, она его, так сказать, и вела, что называется, почему он, а закончив фюрфак, не пошел же ни в прокуратуру, не пошел, он пошел в партийные органы, почему, а вот он варился в Москве, как я вот, в кружках, вот всех этих, 50-е годы и так далее, он понял, что внутри страны заложен огромный потенциал к разрушению, и, так сказать, поэтому он и пошел, понял, что прокуратура, КГБ, это все ерунда, они, так сказать, ничего не решаются, поверьте мне, а вот, это более сложная игра, и вот он, так сказать, не глупый был парень, в этом плане, он, так же и я, да, я ушел в политику, там, блоки мы создавали, ну, 90-е годы, была наивная надежда, что в стране будет, поэтому вот такая ситуация, поэтому режим, это причем, не потому, что там какая-то революция будет, не дай бог, я не призываю, конечно, а потому, что его финансовые деньги, мировой капитал заберет, поэтому, а это руководство ФСБ, оно всех под монастырь подведет, понимаете, поэтому они могли это и сдать, я думаю, что они могли реанимировать, этот приказ там, в их воспаленном мозгу, может быть, все что угодно, они малообразованные, и сумасшедшие, поэтому, так вот, в свое время, я хочу рассказать, годы войны, ну, сейчас уже можно, говорят об этом, использовались такие квартиры-ловушки, кстати, нас поймали так, в Абвер, тоже не другие были, а эти квартиры, то есть, ну, там были партизанки, разведчицы, они заманивали немецких солдат, офицеров, ну, под видом проституток, я даже знал одну, которую, ну, и там убивали, травили, но все эти квартиры были обставлены приказом, одинаковая мебель, я обзорил одну в Киеве, там где-то, не в Подкиево, где-то в Минске, по-моему, накрыл, и накрыл все в других городах, потому что мебель была, вся, так сказать, одинаковая, кстати, эту методику, насколько я могу полагать, что реанимировали были, и когда война в Чечне была, там тоже ФСБ, кафедры писали, предлагали, разобновить квартиры, ловушки, для того, чтобы в них можно, ну, это уже методика работы, поэтому я хочу сказать, что в данной ситуации совершенно, такой приказ они могли издать, потому что, ну, в воспаленной голове этого руководства ФСБ может быть любая гадость и глупость, они направо давно уже махнули рукой, поэтому, а учитывая, что идет масса фальсификаций, делов, дел по терроризму, потому что, ну, как обувь совет, как вот вести себя, ну, когда пытки будут, что там под пытками, все, что угодно могут произойти, вы давайте какие-то показания, такие, чтобы они были противоречивы, да, ну, например, такая есть фишка, я могу вам посоветовать, допустим, ну, я, например, допрашиваю, знаю, что он потом отказывается, я специально вношу изменения, или ошибку делаю в слове, и он потом говорит, а вы неправильный год написали, я говорю, ну, подпиши, он уже пишет, вместо янии 60-го года рождения, то есть, я первый, он напишет, он пишет, а потом отказывается, и отказывается, я говорю, вот видите, он же, то есть, такие вот нюансы, когда вы даете показания, вы тоже должны немножко понимать, чтобы дать право, что вы под пытками давали, то есть, ну, такие хитрости используют, маленькие, чтобы потом можно было в процессе указать, что, вот видите, а так, я это говорил, вот это, а когда пытки начинаются, то, ну, конечно, лучше создаваться, потому что, какой смысл, если вас там будут утапливать, там, светить, и зачем вы это сделаете, все равно вы даете показания, какие им нужно, пытки никто не выдерживает, и просто нужно их выловить, их, на что называется, на каких-то вот таких тонкостях, нюансах, чтобы потом идти в процессуальные, и так далее, хотя это бесполезно, по нашей судебной системе, у нас в стране нет, спасибо, Ваш Бессонов, Алексей Борисович,